Лавровые венки, белоснежные тоги и пейзажи некогда процветавшей древнегреческой колонии. В этот вечер зрители Театра Государственного историко-археологического музея заповедника Херсонес Таврический перенеслись на несколько тысячелетий назад. Актеры старались максимально приблизиться к атмосфере эпохи Сафокла и Эсхила. По традиции античных лицидеев, участники фестиваля принесли своеобразную жертву богам-покровителям актерского мастерства. Ну и, конечно, наш самый любимый бог, бог Дионис, бог актеров, даст он нам дерзновения, импровизации, легкости, общения, вино. Этот фестиваль родился из-за острого желания театров сотрудничать вместе, делать вместе на нашем едином театральном пространстве что-то общее, хорошее, полезное. И, несмотря на то, что этот спектакль ему уже около 14 лет, и, может быть, где-то в чем-то он и устарел, но, тем не менее, каждый год нашей жизни вносит в этот спектакль что-то новое. И он за 14 лет почему-то не утерял свою актуальность. Это и показатель классики. За основу пьесы «Троянская война окончена» взяты трагические произведения античного писателя Еврипида. Выбор этот не случайен. Персонажи его произведения испытывают проблемы, близкие современному зрителю, а поднимаемые им темы актуальны и сегодня, считают организаторы фестиваля. Это удивительно современный, пронзительный, древнеюгерический классик. Еврипид, с нашей точки зрения, да и не только с нашей, наиболее приближен к современному психологическому театру. С первых секунд пьесы зрителя погружают в напряжение. Первая сцена начинается со сражения. Два воина сражаются до последнего. Во время фестиваля лучшие пьесы будут показываться ежедневно, по очереди во всех театрах Севастополя. Объединение усилий артистов позволяет ярко выразить уникальные черты нашего театра и показать его многообразие. Черта Севастопольского театра – это отсутствие провинциальности. Я могу сказать абсолютно точно. Неоднократно было видно, что приезжающие с антрепризами звезды, в общем-то, даже иногда серьезно проигрывали в качестве и в исполнительском, и в искренности. А вот наши актеры и наши театры, они все время растут, все время развиваются. Фестиваль завершится 14 августа спектаклем на сцене Севастопольского драматического театра имени Бориса Андреевича Лавренева. Кирилл Попов, Анатолий Паньков. Все в Информбюро.